Паунчика, пау-пау! Веселые пятницы! Ку-ку, 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 пыщ-пыру-пыщ! Ребята, уже сразу говорю с начала ролика, спасибо вам большое, что кликнули, и вообще в целом, что вы существуете для меня, потому что я сидела в такой депрессивной жопе, а потом вспомнила так, может все-таки взять и перезаписать предыдущие веселые пятницы? Я их действительно записала до этого. Господи, как тяжело, дайте пососать сахарок. Решила перезаписать по двум причинам. Во-первых, я там три часа говорил какую-то херню, а с пятого класса нас начали, ну вы понимаете. И вторая причина, с момента съемки этих пятниц случилось еще больше факапных моментов, над которыми вам, я думаю, можно поугарать. Я когда уже монтировала свои сопли там, я уже такая, что ты, девочка, мне еще расскажешь, как бы, о перипетии их жизни и полной жопе. Мы уже здесь, такие 20... В аду горели, уже истлели, и ждем еще одной лавы. Начнем с самого классного, приятного и доброго. Действительно, вы, наверное, видели в названии ролика, что у нас случилось первое УЗИ. И да, на снимке не я, а моя любимая Зюточка. Это женщина беременная в студии. Ребята! Сколько штучек? Три точно вижу. Три? Раз, два, три. Они прям по-другому. Три щиты! Зюточка у нас, на самом деле, купается в дикой любви, и именно почему-то в эту вторую свою беременность она просто дико жрет все. И самое удивительное, что она обожает фрукты, овощи, и, господи, когда она видит хурму, хуримушку. Ну так вкусно чавкает! Зачем тебе этот мальчик весь в кашице? Вот такие вот у меня две калибри живут. У нас есть теория, что у нас родятся веганы. Так что пока, чисто теоретически, возможно, будет три щеночка. Не всегда можно точно об этом сказать, потому что что-то, может быть, не видно. И да, идея того, чтобы у Зютки появились еще детишки, возникла после нашей бесконечной любви к Циле, к ее сыночку и к Изюмчику, также второй сыночек. Мы решили, что род Зюткиных должен продолжаться дальше и, желательно, бесконечно. Сейчас я Зютку положу. Теперь экспонат номер два. Цилюхас. Ой, ты моя сдобная булочка! Он весь в еде. Это наш Цилюхас. Он уже подрос, хотя все еще выглядит как щенок. Так что всему виной очаровательная Циля, без которой мы вообще жить не можем. И мы хотим еще больше, еще больше сосис. И еще милый факт состоит в том, что у нас все тот же папа. Так что у Цили будут кровные братья и сестры. Очень ждем эти бессонные ночи, когда все в какашках, рогатне. Психоз истерика и Изют выталкивает щенков из люльки. Также из последних новостей я побывала в Ростове-на-Дону. Ну шо, Ростов-на-Дону, встречай. При условии, что в Ростов-на-Дону мы ездили аж в конце февраля. И до сих пор эта новость является одной из самых последних и свежайших. Потому что с того момента мы сидим на карантине, на самоизоляции. И ничего крутого не происходит. Так что здорово вспомнить поездку в Ростов-на-Дону. И, конечно же, романтику путешествий на поездах. То есть настолки и жратва. Кто ж знал, что поездка в поезде это не романтичная, знаете, такая туристическая вывозка. А это реально, сколько там, 14 часов вот это вот. Мы туда приезжали, потому что снимали обзор для Жени. Я в целом просто как такой помощник, который на самом деле всю поездку проспал. Мне стало холодно. И плюс к тому факту, что я поспала почти 2 часа всего. Меня прям разморило. Короче, я сижу в машине, отогреваюсь и хочу поспать. Встретимся минут через 30-40. Короче, я поспала в 3 часа. А проснулась я достаточно резко, потому что ребята в машину занесли свежую шавуху, кусочек которой у меня застрял в зубах. И знаете, ребята настолько устали, что когда зашли в машину, они просто открыли дверь и вывалилась я. Как пакет с мусором реально. Последние 10 дней они просто в банке разлетелись. Это я. Я думаю, что поезд, это знаете, ты сидишь, учишь корейский, там, кстати, об этом попозже. Слушаешь музыку, смотришь в окно, кушаешь дошек. Причем как бы ешь его без зазрения совести. А что еще я могу поесть 14 часов, здесь только кипяток. Фрукты, алло, пепе, до свидания. Эти токсичные вещи нам не нужны. Дошек и чипсики, спасибо. Кстати, чипсы я себе не купила и до сих пор об этом жалею. Но дорога на поезде из Москвы в Ростов-на-Дону, знаете, сначала была хороша, то есть чуть-чуть покачивала. Но когда мы ехали ночью, мне казалось, что поезд летит прямиком в ад. Усралась вся в дошке, не смогла ничего написать, потому что вот так вот. В окне пока проезжали, был какой-то Silent Hill, военная техника и товарники. Реально, там какие-то танки везли. Прекрасно, романтика. Я тут у меня корейский, BTS. Прям попала. Но благо Ростов-на-Дону порадовал, хоть и была ужасная совершенно погода. И когда мы приехали, мы сразу же отправились в военный музей в Ростов-на-Дону, поэтому, знаете, на вайбе была. Я в шоке. Пойду ущупать собачек и кошечек, чистая. После вот этого антистресс. Ку-ку. В Ростов-на-Дону мы были где-то два дня, и в основном ехали из-за бункера, так как это была локация съемок. Ну и также хотели посмотреть местные заброшки, потому что мы познакомились с очень классными ребятами, которые в таких местах разбираются. Кстати, я в своем блоге еще ни разу вам не рассказывала о том, что у меня есть определенная тяга к заброшкам. Но не потому, что это экстрим или страшно, а скорее такие приятные теплые чувства. Я сейчас объясню, почему. Когда я была маленькая, мне было лет пять или шесть, я очень с раннего возраста стал ездить в детские лагеря. И на выходные приезжала мама, чтобы со мной, знаете, погулять в окрестностях этого лагеря. И всегда рядом оказывался какой-то детский лагерь, который уже заброшен. И самое грустное в этой истории то, что каждые года два мне приходилось переходить в другой лагерь соседствующий, потому что предыдущий, в котором я была, закрывался также навсегда. У меня есть идеи, не знаю, будет ли вам интересно такое смотреть, снять ролик. Точнее, у меня есть отснятые материалы, которые вы видите сейчас, про детский лагерь моего детства, детства моей мамы и даже молодости моей бабушки. Потому что она в свое время там была и пионер-вожатой, и даже директором побывала. И у меня есть куча фотографий, исторических сводок. И просто это место, ну, глубоко ценимо нашей семьей. И мне бы очень хотелось воскресить воспоминания об этом лагере, показать вам историю, как это было и что с этим стало. Так что, если вам будет интересно смотреть такой видеопроект, то пишите внизу в комментариях. Ну, а сейчас следующая тема, это то, почему я начала учить корейский язык, что меня вдохновило. И в целом коснусь немного планов на 2020 год. Они у меня, ребят, просто бомбические. Так вот, если кто не знает, моей большой целью была поездка в Сеул в этом году. Потому что с октября месяца я просто грезила всем, что касается Южной Кореи. Я даже начала учить корейский язык. Те, кто спрашивал меня, как я учу корейский, все достаточно очень просто. Высылается на каждое занятие видео урок, который я сама прохожу, и делаю на него домашку. Вот здесь сосредоточены все мои знания корейского языка. Это, на самом деле, очень тупо, но мне пришлось купить пенал. Да, ребят, я понимаю. Казалось бы, жертвой маркетинга, на самом деле, очень нужно было как-то носить все ручки, которые у меня появились. Чисто замазка, понимаете? Это уже главная основная тетрадь. Сначала у меня, как вы помните, была вот такая прелестная. И так как изначально я писала очень по-дебильному, мой почерк был совершенно страшный. Ну, типа, вы понимаете, да? Куча, конечно, ошибок я только-только начинала. Под конец я уже начала красиво стараться вести. Проблема в том, что я поняла, всякие вот такие вот стикеры и отметки тем помогают найти их, когда выполняешь домашнее задание. И только под конец я стала делать все красиво, а вначале просто ад. И уже со второй тетради я стала этим заниматься более скорпулезно, плюс получать удовольствие от всякого рода стикеров, скрабукинга. Короче, у меня здесь достаточно все мило. И она, как знаете, такая большая тетрадка слэш учебник по правилам, которые я выполняю. У меня сейчас есть в наборе времена, всякие там дипричастия, какие-то там склонения. То есть, прям вот нормально все. Главное дело, я могу писать, разговаривать пока стыдновато, но ничего. И именно с этого момента начинается серия охренительных историй из 2020 года, которые привели меня к депрессии. Небольшой спойлер, сейчас все хорошо, мне было время восстановиться, и я действительно поистине счастлива. У меня должен был случиться отпуск, значит, в феврале. На 14 февраля я очень хотела поехать с Женей в романтическую поездку. Сделала весь отпуск, продумала, это была прям моя цель. И я прям целыми днями, начиная с 4 января, шарашила контент видоса, потому что я знала, что у меня будет отпуск. И я прям была вдохновлена тем, что поеду в Сеул. И целыми днями просто не вылезала из изучения корейского, потому что не то, что я, знаете, там выучила какую-то гигантскую просто информацию. Потому что я достаточно медленно все учу, и, ребята, я в октябре месяце не знала алфавит, и не то, что, понимаете, читать не могла. Я рисовала их по наитию, типа, это похоже на куся. Я смотрела на текст, который мне нужно было уже в простые предложения составлять, и я видела просто палочки. И у меня была прям цель до поездки в Сеул, вот в феврале, выучить максимально какие-то там фразы, понимать что-то, чтобы вот, ну, показать ребятам, что я не зря время трачу, целыми днями учу. И тут приходит новость. Она не была совершенно для меня новой, потому что с января месяца я наблюдала за всем тем, что происходило в Китае. А так как Южная Корея находится рядом, оставалось только надеяться, что все урегулируется. Но нет, появилось 5 зараженных в Южной Корее, и мы стали задумываться о том, чтобы перенести свой отпуск. Фишка в том, что под конец января и весь февраль я просто сидела на таких иголках, я не знала, что делать с билетами, переносить их прочее. Отменить их нельзя было вообще никак, спасибо, Аэрофлот. И мне далось с большим трудом поездку с февраля переместить на март. То есть те же самые даты, но на месяц вперед. Это, естественно, было платно все. Спасибо, опять, Аэрофлот. Люблю, обожаю. Наконец-то Аэрофлот решает, как бы, отменять свои рейсы, экстремальные в Сеул. Я могу теперь юридически вернуть свои деньги, потому что это отмена рейса. До сих пор, правда, мне никто ничего не вернул. 70 тысяч эконом-билета сосу жопу. И мы не рвались совершенно в отпуск, потому что прекрасно понимали, насколько это опасно. Но, к сожалению, на тот момент никак не собирались закрывать воздушное пространство. И у нас даже был план перенести опять за свой счет отпуск, но уже на весну 2021 года. Но я не готова была отказаться от возможности в апреле попасть на сеульский концерт BTS. И да, ребята, это самые сложные по доставаемости билеты. Фишка в том, что для таких билетов существует местный южнокорейский сайт, ну и, конечно же, интернациональный, который глючит, вылетает, и за это время, пока он ключит, все корейцы успевают купить билеты на любимых BTS. А ты нет. И вы, наверное, логично скажете, Катя, ведь ты же учишь корейский, и попробовала бы заказать и на корейском сайте. А пробовала. Но в конце тебя просят указать данные твоего корейского паспорта или вид на жительство в Корее. И чтобы вы понимали, к покупке билетов на концерт BTS в Сеуле мы готовились за несколько недель до вообще того, как выгрузят билеты. И да, на корейский концерт ты вообще не можешь без членства в армии купить билет. Вот в такой вот коробке приходит официальное членство в армии BTS. Открываешь, а внутри уже находятся тематические штуки. Здесь тебе тетрадочка для отзывов о якобы фильмах. Это тейп с лицами ребят, которым можно что-то залеплять, например, рот себе. Тут даже есть небольшая инструкция, как пользоваться этим набором. Тут я вам не покажу, что находится, потому что внутри находится именно сама карточка с моим номером. Мой фанатский номер, с помощью которого я вообще имею возможность что-то покупать. Эту бумажку я как раз-таки достала изнутри вот этой штуки. Это обычно вешается на багаже, где нужно написать кто-то и что-то. Я решила туда просто положить именно саму карточку. И знаете, я тысячу раз поблагодарила себя, что была готова ко всему и к полной жопе, потому что мы заказывали билеты 2,5 часа, а того и 3. При условии, что на сайте мы были за 20-30 минут до открытия продаж. Это был ад! На компе у меня открыт еще один сайт, врублен VPN. Здесь, значит, показан весь зал, кошелек. И самое главное, когда я сильно тупану, у меня будет подсказка, какие билеты и где смотреть. Страшно! Подожди, у меня еще 59 минут, у меня что, часа опаздывают? Нет, я обновила, но... Подожди, да, я засниму. Короче, все, полетел сайт. Так, 14.00, обновлять? Обновляю. Да, я заработал! Обновляю, 2 сайта обновила. На корейском написано громко. Какой корейский? Что? Что кликать-то? В поиск еще раз вести BTS. Логин? Бл***ть! Я была залогинена. Я тоже была залогинена, что за говно? О, сайт упал! Сайт упал, сука, сайт упал. Нет, он вообще весь сайт упал. Юля, весь сайт упал. Я даже с VPN-а сосу жопу. Service unavailable. Error 503. Пипец. Так, проверяю корейский. I fuck you, bullshit shit. Мы в стрессе. Юля в стрессе. Я в стрессе. Мы все в говне. Мы на этом сайте пытаемся заказать эти билеты. Все плохо. Валю оттуда, потому что это слишком тяжело. Уже было 2 часа вот этого вот всего со всех, значит, ноутбуков, компьютеров. И тут у меня возник вопрос. Катя, то есть ты не хочешь получить ответа? Блин, да. То есть, получается, если я сейчас уйду с сайта, я не получу никакого ответа. Не положительно, что да, вы все-таки смогли получить билет, и это долбанное чудо. Или нет, билеты закончили, sold out. Спустя еще 40 минут у меня все-таки открылось окошко, где я смогла ввести все свои данные и нажать на оплатить покупку. Я ввела данные. И это моя реакция на то, что сайт завис. И типа просто у меня, блядь, белое окно. Мне сейчас перезагрузить, и мне компьютер пишет, ваши данные все будут утеряны. То есть и место тоже. И до этого я два с чем-то часа пыталась это загрузить. Я ставлю ва-банк, перезагружаю страницу, у меня открывается опять карта, я выбираю себе билет и покупаю его. Я была на седьмом небе от счастья. Буквально пару секунд Юля не смогла получить билет, и я ей сказала, вот делай, что хочешь, а я знаю, что у тебя будет билет. Я говорю, сиди на сайте, даже когда все распродано, тыкай. И я ей сказала, если ты будешь сидеть до последнего, ты сможешь заполучить эти билеты. Ночью следующего дня она мне позвонила, и я вся пересралась от страха звонка в ночь, и говорит, Катя, не знаю как, но я сейчас купила билет в твою секцию на стадионе. Билеты у нас вот они, мне пришло все на почту, я рада безумно. И спустя два дня приходит новость об отмене всех концертов BTS в Южной Корее из-за вируса. Нам автоматически возвращаются деньги на счета, и встает под вопросом моя поездка в языковой лагерь в июле. Как вы думаете, куда я собиралась ехать правильно в Южную Корее, прогонять свой корейский язык? И все эти события, все эти переломы, они очень сильно сломали мой боевой дух. И мне было действительно тяжело залечить свои раны, потому что все то, что меня вдохновляло, ощущалось каким-то проигрышем и давило на меня. Поэтому это заняло время, и сейчас я здесь с вами, чтобы вас поддерживать, потому что вы так же, как и я, сидите, я надеюсь, на карантине, дома. И также заботитесь о себе и о своих близких, и не подвергаете их опасности. Поэтому надеемся на лучшее, сами занимаемся своим здоровьем, и пока нужно умерить свой пыл и все желания. Вы себе даже представить не можете, насколько, начиная с октября, музыка BTS является основополагающей вообще всего веселого в моей жизни. Мало того, что у меня друзья на этой почве появились, я язык начала благодаря этому учить. Смена интересов, куча вдохновения. Окончательно я сказала, что все, назад пути нет, когда побывала на их выступлении в Лос-Анджелесе в декабре. Я прилетаю в Лос-Анджелес на съемку проекта с Сашей, и в итоге получается так, что мне пишет Юля, что в этот момент прилетает BTS выступать на Jingle Ball. Это такой, значит, ежегодный концерт, посвященный Рождеству. Празднуют все артисты популярные. Короче, все это проводит самая популярная радиостанция в Лос-Анджелесе. На этот Jingle Ball начинают продавать билеты еще осенью. И тем более, зная, что там будут выступать BTS, это просто нереально. Я, конечно же, начинаю листать по сайтам, искать у перекупщиков и нахожу. Я не спала два дня подряд, потому что пыталась купить билет на выступление, где BTS должны были исполнить всего три песни свои. Это не концерт. Спустя два дня и три разных продавца, часовые переписки с сервисом поддержки, я, наконец-то, на почту получила билет, который распечатала и поехала. Я все уже вспотела, меня тошнит. Мне плохо. У меня крутит живот. Мне прям хреново, реально. Я умираю. Мне надо прям дышать, реально. Я съела какую-то таблетку успокоительную, две штуки. И меня все еще мутит. Попила водички, меня еще мутит. Чтобы вы понимали, билет я получила за 4 часа до начала концерта. При слове, что я держала билет на руках, я не могла поверить, что он реальный, что меня впустят, что не будет никаких проблем. Ой, боже. Вот я только начала говорить, у меня все нормально было с настроением, а сейчас я опять начинаю переживать те же самые моменты. Ой, как тяжко. И знаете что, там помимо BTS выступала Билли, Алиш, Лиза, Кэти Перри, но весь зал горел в лайтстиках, в их фирменных бомбочках. Вы понимаете, что здесь выступают артисты, самые популярные по прослушиванию на самом популярном радио в Лос-Анджелесе. И весь зал забит лайтстиками BTS, и все кричат. Вы понимаете, это концерт просто BTS. Ради нескольких песен. А шоу идет, между прочим, 4,5 часа. И в этот момент, когда ты не знаешь, вот они выйдут, или они не выходят, или они выйдут, вообще первые, не первые, мне пишет Юля. Тебе дико повезло, потому что ни на одном своем концерте в туре они не исполняют старые песни, а сегодня они будут исполнять мейк-дроп. Я смотрю на это, я такая, я как, какой нахрен мейк-дроп? И в этот момент... АПЛОДИСМЕНТЫ Я из всей толпы, из всего стадиона, во втором ряду стояла вот так. Улыбаясь в 32 зуба! Я прям агрессивно это делала! Господи, как мне было и стыдно, и смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это реально стоит всех денег, потому что смотришь, как все двигаются, ты понимаешь, о, а вот это я вижу Чонгу. Он реально ему насрать на все, он такой на вайбе, у него даже стеклянный немножко взгляд, ему хорошо, он вообще не чувствует, что перед ним тут тысячи людей, значит, его выжила это смотрит. На самом деле я камеру доставала очень редко, чтобы просто было что-то на память, реально я не так много сняла, и чтобы вставить вот какие-нибудь веселые пятницы или вовлог. И когда они исполняли музыку, я реально вот немножко сняла и прям швыряла камеру и начинала флексить и денсить. Для меня было важнее в этот момент находиться и танцевать с пацанами, не смотреть на все это через экранчик, потому что через это я все могу посмотреть на ютюбе видосы. Э-мо-ци-и! О! У меня отряснуло зеркало. А-а-а! Бляха-муха, это пи***дос. Я еще недавно подумала, ну ладно, не поеду я в Корею подумаешь, зато я все самое полезное себе купила, в том числе это зеркало. Знаете, после того, как просрал три поездки в Южную Корею и еще и концерт BTS, разбитое зеркало, к несчастью, удиви! Вообще эпичность самого факта, что такой праздник и такое событие открывает корейская группа, а уже после них выступают американские исполнители, это просто вау. Я посмотрела еще так же выступление Билли Айлиш, и после чего я уже собиралась все, знаете, на эти моменты, чтобы уехать. Так как я настолько перенервничала, что валилась с ног, посмотрела я в целом весь концерт где-то час-полтора от четырех часов. Но самое главное, я точно увидела. Ну что, дорогие мои, надеюсь, я вам рассказала некоторые истории, которые давно были интересны, раскрыла свои карты. Да и в целом мне стало сейчас намного легче, спасибо вам большое за то, что посмотрели видео до конца. Я желаю большого-большого здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь такими же позитивными и креативными, и всего вам самого светлого. Пока-пока!